Добрый день! 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 так и его родителей. Что значит эта успешность? С точки зрения родителей, конечно, успешность – это успешное поступление в ВУЗ их ребенка. Давайте рассмотрим пути. Посмотрите на эту солнечную дорожку. Очень привлекательная она для всех участников образовательного процесса, для родителей и для самого ученика, когда он сможет получить преференции на поступление. Но как добиться этой успешности? Как добиться этой конкурентоспособности в развитии нашего обучающегося? Всем известны три кита создания современной образовательной среды, которые способствуют развитию потенциала обучающегося. Это материально-техническая база, это образовательные стандарты и это кадровый потенциал. Но кроме кадров есть еще и обучающиеся. Если условно проанализировать по двум составляющим нашего ученика, проанализировать способности его к учебе и исполнительскую дисциплину, построив такую таблицу истинности, то мы можем увидеть, что ученик, который может и хочет учиться, согласитесь, это мечта каждого учителя. Ученик, который не может учиться, но хочет – это тоже очень неплохой вариант – может учиться, но не хочет. Не может и не хочет. Возникает вопрос, какое воздействие семьи или какое-то иное воздействие потребуется для саморазвития и самореализации этого ученика? И тут нам на помощь приходит федеральный государственный образовательный стандарт, рекомендуя учебно-исследовательскую деятельность как один из важнейших факторов для саморазвития нашего ученика. Посмотрите, пожалуйста, пример. Знакомый учебный план. И, вы видите, на индивидуальный проект выделено два часа. Форма контроля знаний – это защита проекта на конференции. Отметка в итоге идет в аттестат. Посмотрим взглядом школьника на реализацию этого направления. На данной инфограмме с сентября по май укрупненно представлены шаги наших проектантов. Наша задача состоит в том, чтобы все десятиклассники в соответствии со своими способностями выполнили весь протокол учебного исследования от получения задания до его защиты. Начало работы, которое соответствует сентябрю-октябрю, организационно-поисковый этап – это определение, что, как, когда, на каком информационном поле будет выполнять наш ученик. Вот пример защиты тем проектов. Обратите внимание, это октябрь-ноябрь. На комиссию в соответствии с положениями об учебно-исследовательской работе происходит это в нашей школе. Давайте посмотрим следующий этап, очень важный – формирование каркаса работы. Аналитический этап, который приходится на более поздние осенние месяцы. Обращаю ваше внимание на пример 2015 года. Пример каркаса учебного проекта. Это строгое, жесткое соответствие оверлейной структуры. Вот она, видите? Собственно, вся работа представлена такой иерархической схемой. И этой схеме соответствует жестко оглавление. Собственно, вот эти четыре слайда представляют наши обучающиеся на защите проектов осенью. К слову сказать, эта работа 2015 года получила диплом третьей степени на Олимпиаде «Шаг. Будущее» и соответствующие преференции. Затем обучающаяся, поскольку время позволяло, прошла собеседование на английском языке. Все-таки у нас школа с иностранным уклоном, с уклоном изучения иностранных языков. Прошла собеседование в университет талантов, в университет Иннополиса и получила грант на обучение. Проектная деятельность, вы знаете, создает нашим обучающимся как бы запасной аэродром перед поступлением в университеты. Выполняя свою проектную работу, наши обучающиеся изучают теоретические основы проектной деятельности, знакомятся с классификацией проектов, знакомятся с практикой реализации проектной деятельности на примерах. В итоге получается вот такая работа. Обратите внимание, например, этой работы наших учеников 2016 года. Обратите на структурированную, высушенную, как бы условно я говорю, информацию, представленную исключительно логико-функциональными схемами. Доказано, что человеческое сознание легче воспринимает информацию, представленную графически, нежели словесно. Обратите внимание также на навигацию внутри блоков и модулей представленной работы. Это тоже очень важный аспект, который позволяет обучающемуся легко выступать и манипулировать всеми блоками проекта. Также посмотрите на архив вот этих документов. Обратите внимание, что система работы, система представления информации одна и та же. Красным цветом выделены даты конкурентоспособных работ, которые в разные годы поступили в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Получили даже в десятых классах сертификат от ученого совета на зачисление на бюджет. Когда я перебирала этот архив, за всеми этими слайдами я видела глаза моих учеников. Я их всех помню. И глядя на этот пример, коллеги, обратите внимание на многообразие тем, которые представлены в этих работах. От физкультуры, влияния бега на организм человека до анализ конкурентности продуктов российской оружейной промышленности. Мы разбирали автомат калашников. Или вот системы спасения летательного аппарата типа ракета в чрезвычайных ситуациях. Информационное поле, на котором наши обучающиеся могут строить такие каркасы, может быть многообразно. Но подход к организации учебного исследования у нас системно один и тот же. Вот пример, как проходили, в общем-то, и подготовительные моменты, и, собственно, защита в довирусную эпоху. Защита проходила в актовом зале. И это очень хорошая психологическая подготовка наших обучающихся к тому, чтобы быть стрессоустойчивым. Умению... Они получали умение выступать на аудиторию. Они учились держать удар. Итак, переходим к технологическому этапу. Я предполагаю, что этот технологический этап наиболее интересен, потому что он показывает полностью систему взаимодействия всех элементов образовательного учреждения при подготовке проекта. Я обобщила и формализовала все эти моменты, и получилась вот такая циклограмма учебной и проектной деятельности в образовательном учреждении. Посмотрите, пожалуйста, начало года. Это определение значимых для школы проектных продуктов. Это могут быть проекты как от департамента, как от метод-центра, так и проектной работы для защиты в вузах. Далее мы работаем с социальными партнерами. Это, в общем-то, нормативы, которые мы заключаем, нормативные документы. И определение, кто и как будет помогать нашим проектантам. Святое святых работа на кафедрах – это определение контингента, это определение направления подготовки наших обучающихся по проектной деятельности и определение наставников, кто будет и как будет помогать. Хочу заметить здесь, что два часа проектной деятельности у нас подразделяются следующим образом. Один час – это наставнику по содержательной части, и один час – это, собственно, группа для подготовки, собственно, по технологической части всей работы. Как вы понимаете, расписание составить в данном контексте – это просто главная боль. Это очень сложный процесс, но у нас есть ювелирные мастера, крупные специалисты, как это организовать. И после этого идет работа над проектом. Регистрация участия в конкурсах – очень тонкое место, очень тонкое место. При этом у нас ведется динамический учет. Имеется гугл-форма, в которую те обучающиеся, которые решили выступать, которые подали свои работы на участие в каких-то внешних испытаниях, они все записывают, все заносят эту информацию, и затем в соответствии с динамикой, в соответствии с рецензиями по работе, меняют эту информацию. В принципе, как пример, я тоже могу рассказать и показать эту форму. После регистрации, как вы видите, стандартно конкурсы проектных работ от вузов-партнеров, конкурсы проектов от департамента, метод-центра и других организаций. Защита проектной работы в школе на комиссию. Результат проектной деятельности анализируется и происходит рефлексия. И вновь начинается бой. Мы снова начинаем Новый год на новом витке своего развития по проектам. Я сразу не сказала про работу с родителями-проектантами. Уважаемые коллеги, это очень тонкое место, потому что мотивировать надо не только обучающегося, но еще и его родителей. Для того, чтобы было понятно, что такое учебный проект, поскольку проект – это еще слишком молодая дисциплина на школьном небосклоне. Излишне говорить, что приобретают наши обучающиеся, которые прошли весь курс молодого бойца по проектной деятельности. Это я говорю в кавычках. Это целый спектр умений и навыков, необходимых гражданину 21 века. А как это все полезно для наших выпускников в их взрослой жизни, после школы. Наши выпускники становятся более уверенными в себе, что сегодня очень важно. Вы знаете, к сожалению, психологически наше общество сейчас состоит из крайне неуверенных в себе людей. И мы стараемся в данном случае решить тоже эту проблему. Таким вот образом происходит информационная навигация по проектной деятельности в Московской международной школе. Ведь представление информации об образовательных услугах – это сегодня требование времени. Вы видите, по шагам, каким образом это все реализуется. И вот есть волшебный крестик – это наш внутренний ресурс, когда мы можем общаться информацией для служебного пользования исключительно внутри нашей школьной системы. А теперь давайте снова посмотрим на начальную таблицу, определяющую, что надо предпринять, чтобы из ученика знающего получился ученик умеющий. Что здесь нам дает проектная деятельность? А вот что. Проектная деятельность способствует ликвидации образовательных тупиков. Посмотрите, пожалуйста, на разные модели школьного образования. Так учились мы, так, вот второй блок, учились наши дети, а вот так учатся наши внуки. Очевидно, что сегодня предмет индивидуальный проект плюс внеурочное и дополнительное образование способствует успешной профнавигации школьника, грамотному выбору будущей профессии и в итоге самореализации и саморазвитию гражданина. Так, это что такое? Так, а вот это иллюстрация того, как проходят наши защиты. Обратите внимание, что абсолютно все ученики стоят у доски без какого-либо вспомогательного материала. Это запрещено только сам. Такие защиты пользуются большой популярностью и очень благотворно влияют на воспитательную функцию образовательной системы. Способствуют мотивации обучающихся к проектам, к проектной работе, к учебному исследованию. Потому что, глядя на своих сверстников, видя их выступления, наши ученики думают, если он смог, почему не смогу я? Понимаете, так рождается порыв, так рождается радость будущих начинаний. Глядя на современный урок, хочется задать вопрос, а как же учить в этом цунами информации? Особенно цунами захлёстывает на проектной деятельности. Ведь согласитесь, кто-то хочет изобрести звездолёт, а кто-то хочет найти способы вышивания крестиком. Что делать? На любом информационном поле, на любом я учу увидеть главную учебную задачу, найти, как построить схему, найти способ, применить правила. При этом у обучающихся включаются все приёмы умственной работы. Это, вы видите, вот тут вот конкретизировано. И когда учебный материал осознан, оформлен в виде схемы, он становится опорой для активного осмысления. Вот только тогда мы можем говорить о реальном положительном результате. И вот тогда те преференции, о которых мы говорили в самом начале для нашего ученика, эти все преференции становятся очень даже реальными. Вот так представлена структура управления проектной деятельностью с точки зрения внутришкольного контроля в образовательной организации. Внутришкольный контроль, как мы все знаем, является обязательным элементом образовательного процесса. Эта схема является как бы сгустком более плотно оформленной циклограммы, о которой мы уже говорили. Так, и теперь статистика этого года, этого 2021 года. Это 10 классов, 75 обучающихся, на внешние испытания представлена 51 работа. Работы охватывали вот такое информационное поле. На сегодняшний момент у нас имеют дипломы более 30 работ. Дипломы разного уровня, более 30 работ. При этом еще не вся статистика получена. Вот это интегральная статистика. Вот наши дети, как приятно смотреть. Герои нашего времени. Так, ну теперь снова вернемся к триаде элементов, которые обязательно должны помочь развитию потенциала обучающегося. Но что бы мы могли делать без кадрового потенциала? Вот они, учителя-мастера проектной деятельности Московской международной школы. Это те специалисты, которые сопровождают проект по содержательной части. А теперь давайте рассмотрим примеры. Работа со всеми участниками образовательного процесса и с нашими социальными партнерами. Обращаю ваше внимание, что начало учебного года у нас, мы все изучаем приказ Министерства науки и высшего образования и другие драмативные документы, касающиеся будущего по поступлению, по перечню Олимпиад школьников на новый учебный год, на новый учебный период. Также мы рассказываем, показываем, вместе с обучающимися их представителями изучаем правила приема. Высшие учебные заведения, которые формируются тоже осенью на основании вот этого приказа. В этих правилах прописаны все конкурсы и конференции определенных уровень для преференции, для поступления, в том числе в учебные заведения. Для того, чтобы проект в 10 классе был уже целенаправленно выполнен. Здесь неоценима работа классных руководителей. На основании документов, которые нам представляют социальные партнеры нашей школы, мы формируем, мы адаптируем их документы для того, чтобы донести эту информацию до всех участников образовательного процесса. Документы адаптируем с учетом специфики. Я напоминаю, что у нас мультилингвальная школа со всеми вытекающими моментами. Поэтому все документы должны быть поправлены и адаптированы. Таким образом, мы с вами рассмотрели технологическую цепочку, по которой каждый 10-классник в течение учебного года выполняет весь протокол учебного исследования на любом информационном поле. И такая технологическая цепочка, безусловно, соответствует не только принципам гуманистической педагогики. Такая технологическая цепочка реализации дисциплины индивидуальный проект обеспечивает учащимся условия для саморазвития, самореализации и, выполняя конкурентоспособный учебный исследовательский проект, наши обучающиеся учатся сами быть конкурентоспособными. Вы знаете, это любимая моя фраза. Успешность не синяя птица, а лишь знание определенных приемов, системность, настойчивость плюс трезвая оценка реальности. Только тогда мы можем достичь успеха. Значит, это литература и ссылка. А теперь мы переходим с вами к практике нашей встречи. Обращаю ваше внимание, ссылки действующие, вы можете с ними ознакомиться. Здесь представлены неплохие работы, конкуренты устойчивые. Вот я могу со всей ответственностью это сказать про 2010 год, про эти примеры, которые здесь представлены. Здесь представлены три работы, которые набрали. Первая работа 100 баллов из 100 за проект. Это с учетом работы рецензентов. Вторая 99 и третья 97. 2010 год, давно это было. И съемка любительская. Но тем не менее, я сейчас вам очень быстро покажу фрагмент этих победных работ. 2020 год. Мы просмотрим с вами проект выступления обучающегося. Как это обстояло в 2020 году. И мы ждем результаты поступления и преференции для этих учеников. У нас, кстати сказать, здесь сейчас три таких работы стоят и ждут. И 2021 год, это то, что мы имеем сейчас в качестве образцов. Я думаю, что вам будет это интересно. Итак, 100-бальная работа в одной из школ Восточного округа. Запись любительская. Растущие потребности производства обуслаживают все более широкую необходимость в выпуске автоматизированных средств. И сейчас большинство работы в Восточном округе выполняют специальные роботы, которые использованы непосредственно для выполнения определенных задач. На данном слайде представлена структура моей презентации. В данной работе содержится конструкция, электрическая схема и макет достаточно простого робота-манипулятора, который в то же время по-своему универсаль. Цель моей работы заключается в том, чтобы на основе имеющихся данных и программы индукционного моделирования разработать макет руки-манипуляторов, которые были порядок необходимыми техническими требованиями. Задача моей работы – это ознакомление существующим вариантом манипуляторов. Давайте перейдем к следующей работе. Значит, это уже работа 2020 года. Здравствуйте, уважаемая комиссия! Я представляю вашему вниманию научно-технический проект на тему «Бионический глаз. Принцип работы и использования». На данном слайде вы можете видеть содержание моей работы. Она состоит из четырех частей – изведения, теоретического раздела, практического раздела и заключения. Наиболее интересен практический раздел, в рамках которого я создал модель глаза, создал 3D-модель бионического плана. Актуальность данной работы состоит в том, что глаза – это самые высокоразвитые сенсорные органы нашего тела. Когда появляются проблемы со зрением, большинство из нас сделает все возможное, чтобы восстановить нормальное зрение. Также сейчас в мире насчитывается более 2 миллиардов людей с нарушением зрения, и, к сожалению, в России отсутствует лицензия на проведение операции по ознамене глаз. В цель своей работы я поставил создание модели глаза и создание 3D-модели бионического глаза. Задачи вы можете видеть на данном слайде. Переходим к практическому разделу. Для начала разберемся, что такое бионический глаз. Бионический глаз – это устройство, позволяющее в некоторой степени компенсировать отсутствие зрения людям с нарушением зрения. То есть хирурги дополняют искусственными фоторецепторами, сохранившиеся в сетчатке непровожденные нейроны. Вот так это выглядит. Устройство напоминает видеокамеру. То есть видеокамера крепится к специальным очкам. Объектив расположен в специальных очках. Сам же имплантант – это вживленная электродная решетка в сетчатку глаза. Камера передает изображение на видеопроцессор, который его конвертирует, передает на имплант. Имплантант же, в свою очередь, передает зрительные нервы. По зрительным нервам он передает сигналы в мозг. Безусловно, как и в любом деле, существуют свои сложности. Например, размещение большого количества электронов на маленькой площади – это препятствие биологического плана. То есть схема просто перегревает глаз. Также добиться близкого соприкосновения электродов с глубинными клетками невозможно, так как надавливать на сетчатку глаза нельзя, так как высок риск ее травмы. Кроме этого, если разместить много электродов в одном месте, каждый электрод будет воздействовать на этих клеток. А в идеале, каждый электрод должен воздействовать только на одну клетку. Кроме того, при связке камеры на лбу и имплантата сетчатки, это очень негативно сказывается на восприятии, так как теряется такое свойство зрения, как периферийное зрение. Существуют некоторые пути решения данных проблем. Например, чтобы решить эту проблему, возможно поместить перед очками специальный ЖК-экран, который будет воспринимать инфракрасные лучи и придавать сетчатку. Передавать на сетчатку. В свою очередь, глаз мы видеть этого не будем, а имплантат будет их воспринимать, и появится такое свойство зрения, как периферийность. Данную проблему можно решить, воспользовавшись свойствами клеток, которые проникают под имплантант, то есть они сами занимают место под имплантантом. Существуют различные виды протезов. Вы можете видеть их на данном слайде. Наиболее известный — это Argus 2. Переходим к практическому разделу, в рамках которого для начала я создал модель глаза. Изначально были стали, затем их требовалось рассортировать, и началась сборка. На данных картинках представлена внутренняя часть, то есть сетчатка и сосудистая булочка. Это внешняя часть, и завершающаяся так сборки, то есть вот так выглядит модель в целом. Зачем я это сделал? Чтобы понять, как в принципе работает глаз, чтобы дальше уже понимать, как работает бионический глаз. Была создана 3D-модель бионического глаза. Вот так выглядит сам глаз с имплантантом. То есть это электронная решетка, которая воспринимает сигналы из капсулы для электроники приемника, а в свою очередь сюда сигналы поступают из процессора, который получает информацию от видеокамеры. Вот так выглядит 3D-модель в целом. Переходим к выводам. В работе была создана модель глаза, разработанная 3D-модель бионического глаза. Таким образом, модели в полной мере помогают понять принципы работы и использования бионического глаза, что значительно сможет ускорить процесс его улучшения. И бионический глаз вполне сможет заменить настоящее в будущем, но требуется еще очень много работы, чтобы ослабить систему, использовать для зрения. Таким образом, цель работы достигнута. Список литературы. Спасибо за внимание. Допады окончены. Очень быстро. Посмотрите работы сегодняшнего дня. Моя учебно-исследовательская работа под названием «Улучшение сельскохозяйственных растений с помощью изучения генома растений». На данном слайде представлен каркас моей работы, который состоит из введения теоретического раздела, практического раздела. 50 класс этого года. Обратите внимание на навигацию. Из сельскохозяйственных культур, которые можно рассмотреть детально. Я выбрала в частности зерновые культуры, так как они наиболее распространены в Российской Федерации. Далее идут методы и задачи селекции. Генетические маркеры и их свойства. Маркер вспомогательная селекция. А также болезни пшеницы. Далее перейдем к критическому разделу. Исходные данные это три сорта 5-7 генов провозка пшеницы, а также представленное оборудование. Теперь мы перейдем к еще одной работе. Посмотрите, каково многообразие тем наших... Ваши уважаемые комиссии, разрешите представить вашему вниманию учебно-исследовательский проект и сцене антропогенного влияния на памятники культуры. На данном слайде представлен каркас работы. Актуальность этого проекта заключается в том, что ухудшение состояния кружечей среды приводит к разрушению памятников культуры. На примере летнего сада в Санкт-Петербурге установка современных копий приводит к утрате исторической ценности с ландшафтом. Цель этой работы это определить влияние химических и хирургенов на культуры, расположенных в городе Москве и разработать алгоритм действий для сохранения скульптуры. Также на данном слайде вы можете ознакомиться с задачами. Подробнее остановимся в теорическом разделе. Сначала разберем, какие факторы влияют на разрушение монументальных памятников. Они делятся на две большие группы антропогенные и природные. Более подробно остановимся на влиянии экологической ситуации на монументальные памятники. Сжигание транспортно-бензинового и дизельного топлива также выбросы ТЭС и промышленных предприятий приводит к загрязнению воздуха диоксидами азота и серы и оксидом углерода. В свою очередь приводит к разрушению объектов культурного наследия. Газы выбрасываются в атмосферу и возвращаются обратно в виде кислотных рождений или сухого сажения. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу встречу. Меня видно? Меня слышно? Да, отлично. Значит, в соответствии с типологией классического урока мы сейчас с вами переходим к закреплению и обобщению учебного материала. Это две минуты. Пока вы смотрите презентацию, пожалуйста, подготовьте обобщающие вопросы. Итак, обобщение материала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Обобщение завершено. Я пришла к вам. Доклад окончен. Я жду ваши замечания, ваши вопросы, коллеги. Коллеги, задаем вопросы, пишем в чат, либо голосом. Наталья Давыдова подняла ручку, вопрос, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, слышно меня? Спасибо. Спасибо. Да, все хорошо. Хотелось бы поблагодарить Елену Евгеньевну за такой информативный доклад. Очень интересные примеры, очень показательные, большого, высокого уровня проекты представлены. И мне кажется, у каждого, кто был участником данного мероприятия, сложилось четкое представление, каким он должен быть, качественный проект, который мы хотим подготовить со своими обучающимися. И хотелось бы еще подчеркнуть высокую важность трансляции данной темы, ее актуальность, потому что проектная деятельность сегодня это одна из инновационных форм организации учебного процесса. Она реализуется в старших классах для того, чтобы сформировать определенный набор компетенций для успешного продолжения обучения. И очень понравился слайд «Циклограмма учебно-проектной деятельности», на которой представлено взаимодействие образовательной организации, техникума и предприятий-партнеров. Вот Елена Евгеньевна очень верно подчеркнула, что результаты участия в проектно-исследовательской деятельности входят в портфолио старшеклассника и дают ему дополнительные баллы при проступлении в ВУЗ и при продолжении обучения на последующих ступенях образовательных. Также с помощью проектно-исследовательской деятельности у нас происходит интеграция уровня образования. Очень приятно было прочитать в чате сообщение от Николая, бывшего вашего ученика, который сейчас студент третьего курса в Бауманке. И он говорит, что он этот проект развивает до сих пор и собирается защищать дальше выпускную работу свою с данным проектом. Я думаю, что он ему очень пригодится в жизни и в будущем после окончания университета. Ну, вот мне кажется, что развитие мотивации к высоким достижениям – это самое главное, что дает нам участие в такой проектной деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Все. Вопросов нет. Значит, Елена Евгеньевна, у коллег вопросов нет? Задаем вопросы, если есть коллеги, либо пишем в чат, не стесняемся. Контакты указаны. Контакты есть на последнем слайде. Поэтому, пожалуйста, если есть необходимость, я отвечу на все поставленные вопросы лично. И я буду искренне рада, если данные материалы, коллеги, будут вам полезны в вашей производственной деятельности, во благо наших обучающихся. Спасибо вам. Елена Евгеньевна, благодарим вас за выступление, за полезную, интересную информацию. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.